Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии в пятницу. Меня зовут Александр Наконечный и сегодня мы с вами разберем предстоящие события на сегодняшний день и подведем итоги текущей недели. Сегодня весь мир будет наблюдать за телефонными переговорами между США и Китаем. Как известно, между странами сейчас идет достаточно напряженная ситуация из-за тарифов, которые ввели США на товары из Китая. Китай, в свою очередь, ответил тем же самым и это вызвало определенный дисбаланс в мировой экономике. На мой взгляд, что сегодняшние телефонные переговоры будут весьма позитивными, потому что стороны уже предварительно взаимно договорились о пропорциональном снижении тарифов. И сейчас это, так скажем, подведение детальных договоренностей между личной встречей, которая состоится уже в США, в штате Айова. Будем следить за этими событиями. Также хочется отметить, что достаточно позитивным было вчера выступление главы Федеральной резервной системы Пауэлла. Позитивным было оно в том плане, что были сделаны весьма значимые заявления о том, что рецессии в экономике США не наблюдается, прогнозируется рост экономики и сейчас в целом все в США замечательно. Эта новость была весьма позитивной для трейдеров. Мы вчера с вами увидели обновление очередного максимума на этой неделе индекса S&P 500. Вчерашнее значение максимальное было 3109 долларов. На фоне сегодняшних переговоров, думаю, что мы можем увидеть незначительную коррекцию, но долгосрочные планы, цели остаются теми же самыми. Это уровень 3180 и 3200 долларов, соответственно. Мы вчера с вами разбирали золото. Золото вчера действительно показывало хороший рост. Сегодня на открытии рынка мы увидели с вами коррекцию. Думаю, что эта коррекция временная и сегодня есть шанс обновить вчерашний максимум и достигнуть цели в 1515 долларов за унцию. Натуральный газ. Также у нас мы разбирали этот инструмент на этой неделе. Хочется отметить, что все-таки газ остается в нисходящем тренде. Текущая цена 2,600. Думаю, что следующая цель также останется негативная. Газ дешевеет и до 2,5 долларов, я думаю, в ближайшее время мы такую цену увидим. Евродоллар. Что касается евродоллара, то здесь в ближайшее время, думаю, диапазон цен останется точно такой же. Это уровень 1,0950 и 1,1050. Вот в этом диапазоне 100 пунктов. Думаю, сегодня из этого диапазона мы также и не выйдем. Что касается фунт к доллару, то здесь достаточно интересная техническая картина, потому что фунт после достаточно того, как он резко вырос, начал свое скопление. И на дневном графике можно наблюдать такую большую боковую картину. И нижняя граница это 1,2770, верхняя граница, верхний максимум это 1,30. На мой взгляд, что у фунта все-таки есть позитивные сценарии. И мы можем увидеть незначительную коррекцию. Минимальное значение, я считаю, что опять-таки это 1,2770. С последующим ростом и тестированием максимум 1,30. Вам хочу пожелать успешной торговли. Всего наилучшего. Всем пока.